Добрый вечер! Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Денис Титаренко и смотрите в этом выпуске. По пояс в снежных проблемах. Насколько регион готов к надвигающимся из Центральной России Балканскому циклону? Рассчитаться на раз-два не получится. Жители Маркса несколько месяцев не могут перейти на оплату по общедомовым приборам учета. В больницу под конвоем свидетели смертельного ДТП едва не устроили самосуд над пьяным водителем. Обзор происшествий в нашей постоянной рубрике. Собственный расчет по счетчику. Жители Маркса уже несколько месяцев пытаются начать платить по правилам за отопление. Установив общедомовый прибор учета, они никак не могут снизить стоимость коммунальных услуг. Причем дело не в счетчиках. Они, по словам экспертов, полностью исправны, а в механизме расчета управляющих компаний. В проблеме разбиралась наш корреспондент Полина Попенец. Далее наша рубрика «Дежурный репортер». За октябрь месяц нам принесли платежные ведомости за отопление. Здесь указано с моей квартиры, то есть 46 квадратов, я плачу 2311 рублей. Получила платежку и ужаснулась. Сумма за тепло в два раза больше, чем обычно. По словам хозяйки квартиры Натальи Решетниковой, в доме стоит общедомовой прибор учета. Но управляющая компания уже несколько месяцев делает расчет по-своему. У нас она получилась по квитанции 94-906 гикокалорий. Вот это получилось у нас. И вот с этого среднего, это не норматив, это среднее. И они взяли у нас оплату. А по счетчику они не могут брать, потому что нет документов. Он не принят. А по счетчику сколько вы платите? А по счетчику рублей 700 я заплатила. Общедомовой прибор учета установили в доме по улице Первомайская три года назад. По словам жителей, каждый год управляющая компания «Дома Альянс» отправляет его на проверку в ресурсоснабжающую организацию «Саратова». После чего руководство Альянса получает документы с показателями исправности счетчика и отдает на подписание в местную ресурсоснабжающую организацию МУП «Тепло». Или теряет документ, или выводит из строя теплощетчик. Почему-то в декабре он всегда начинает работать. Октябрь и ноябрь, когда практически не топят, и когда жильцам практически платить ничто не надо, тогда он не работает. Однако представитель управляющей компании утверждает, что бумаги уже давно лежат в МУП «Тепло», а счетчик не могут ввести в эксплуатацию, потому что ресурсоснабжающая организация не подписывает документы. Паспортные данные почему-то в этом году не сходятся. А почему? МУП «Тепло». Да, как это так? В паспорте один номер на преобразователях в другой, хотя в прошлом году он проходил. У проблемного дома собрались десятки жителей, представители надзорных областных ведомств и представители управляющей компании. Однако от ресурсоснабжающей организации навстречу так никто и не пришел. А потому играть в данной ситуации пришлось, как говорится, в одни ворота. Дилемма в том, что кто-то тормозит процесс. Вот сейчас и выясняем, кто или МУП «Тепло», или управляющая компания. Два этих субъекта никак не решат проблему. Проблема, получается, в чем у нас сейчас выясняем? Счетчик есть, собственники подтверждают. В рабочем состоянии самое главное. Единственный момент у нас в том, что вот этот прибор, который называется общий домовой прибор учета тепла, не поставлен на коммерческий учет ресурсоснабжающей организации. Переплачивая по несколько тысяч рублей за тепло, жители обратились за помощью в администрацию Маркса. Но действия от местных чиновников, впрочем, как и по другим проблемным вопросам, так и не последовало. Здесь у меня и просьба, и к представителям министерства ЖКХ области, здесь у нас есть, и госжилинспекции, централизованно повлиять на коммунальные службы, соответственно, города и района, чтобы в целом в городе этот вопрос нам сдвинуть, чтобы у нас люди не получали в три раза больше, соответственно, по нормативу эти платежки. Надеются жители на помощь региональной прокуратуры, так как решить вопрос, по словам местных жителей, в надзорном ведомстве района не получается. О проблемах, которые уже не иначе как глобальными не назовешь, в Марксе вообще стараются молчать. Говорить о них устали лишь местные жители. Те, кто остался в тепловой блокаде и при этом продолжает платить колоссальные деньги, несколько сотен человек. С аналогичной проблемой, что и на улице Первомайская, столкнулись и жители дома номер 54 по улице Пятая линия. Теперь выяснять, на ком лежит ответственность за то, что люди могут оказаться зимой в холодных квартирах, предстоит специалистам областных ведомств. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Управляющие компании Маркса не справляются с дворовыми территориями. Об этом специальной комиссии, приехавшей в город, рассказали жители дома номер 7 по проспекту строителей. Дело в том, что всего несколько месяцев назад в этом дворе положили новый асфальт. При этом рабочие закатали все канализационные люки. Из-за этого все нечистоты скапливаются в подвале многоэтажки, а также просачиваются сквозь асфальт наружу. Усугубила ситуацию система водоотведения дома. Трубы, которые уже много лет не приводят в порядок. По словам жителей, асфальт укладывала компания «Марксстрой-С», гендиректором которой был министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков. И сейчас, считают в городе, организация ему до сих пор аффилирована. Несмотря на просьбы о помощи во все возможные инстанции, жители остались один на один со своей проблемой. Ну а сейчас вот лужа стоит все время, вот сделали. И вы знаете, когда делали, просила, вот работали, щебенки подсыпли здесь. Если вы по уровню не можете, я вам подскажу, вы так досыпьте. Нет, все, бабушка будет хорошо. Ну вот и все. Было два раза совещание здесь топой. Вот он давал первый раз обещание, давал. Не сделали. Не решили проблему представители администрации и во второй раз. Неделю назад. Теперь жители вынуждены обратиться к областным специалистам, по словам которых, строительная фирма обязана устранить недочеты своей работы до наступления зимних месяцев. Мы будем следить за развитием событий, но если и вам нужна помощь нашего телеканала, и вы готовы рассказать о своей проблеме, пишите нам на почту info.sobaka.saratov24.tv Либо звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. А сейчас к другим темам. Сотни поваленных деревьев, обледеневшие дороги и перебои с электричеством. Несколько дней Московская, Ленинградская области и многие центральные регионы страны сражаются с непогодой. На борьбу с непрекращающимися снегопадами и ледяными дождями вышли сотни, если не тысячи единиц спецтехники. Что ждать от погоды жителям Саратовской области и готов ли регион к снежному кому проблем, выяснила Элада Тагеева. Сотни мелких ДТП и перевернутых машин буквально в одночасье крупнейшей трассы Центральной России превратились в опаснейшие полосы препятствий. Причем не только из-за гололеда, но и из-за повальных деревьев. Пришедший балканский циклон превратил холодную московскую осень в заснеженную зиму. Медленными, но уверенными шагами, передвигаясь по центру страны, в скором времени непогода должна добраться и до Саратовской области. А в областном центре, соответственно, ночью минус 5, минус 7, а днем минус 3, минус 5 градусов. Такой температурный режим будет сопровождаться выпадением осадков в виде снега, мокрого снега. Как следствие этого будут наблюдаться гололедные явления на части дорог и улиц по территории области. Формулировка модных журналов «погода» диктует свои тренды. Как никогда, кстати, подходит и к повестке очередного заседания правительства Саратовской области. Главный вопрос – насколько в регионе готовы к заносам и чрезвычайным ситуациям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на автомобильных дорогах области в зимний период для ликвидации их последствий будет задействован мобильный отряд тяжелой техники в количестве двух шнекороторов, двух снегоочистителей, двух бульдозеров и двух автогридеров. Разработаны и доведены до подрядных организаций регламенты действий в случае чрезвычайных ситуаций. Сотни тонн песко-соляной смеси, оперативные бригады и круглосуточный мониторинг. Все это должно, если не полностью исключить вероятность заносов на трассах, то хотя бы быстро их ликвидировать. Но ликвидировать главный финансовый вопрос пока не до конца получается. Финансовая обеспеченность дорожных предприятий на сегодняшний день по содержанию она составляла порядка 20% от норматива. Что происходит сейчас в Центральной России, это никакими здесь рублями не обойдешься. Здесь миллионы нужны. Поэтому обстановка сложная в этой части, но она разрешима. Она разрешима и на контроле. По словам главы региона, несмотря на нехватку денег, нужно будет по максимуму проявить организаторские способности, чтобы в случае, если область начнет заваливать снегом, ликвидировать последствия непогоды всем миром. Иные учреждения, а у нас их тысячи, у которых имеется спецтехника, начиная от маломобильной и для большей мобильности, все это должно увязано в организацию. На период чрезвычайной ситуации я знаю, что эти все планы есть. Первое испытание непогоды регион пройдет уже в ближайшие дни. Затем балканский циклон должен покинуть Поволжье. Но вот по словам синоптиков, расслабиться этой зимой оперативным службам все равно не получится. Зима нас по погоде не обидит. Она не будет ни сочинской, ни южной, ни сиротской. Так что все проявления зимние в полной мире будут реализованы. А это обильные снегопады, метели, снежные заносы, ну и так далее. Эллада Тагиева, Денис Ситаренко, Олег Бирюков, Саратов, 24. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях, случившихся за минувшие выходные. Полина, приветствую тебя слова. Добрый вечер, Денис. Начну с крупной аварии, которая произошла в заводском районе Саратова. Там на улице Азина нетрезвый мужчина за рулем ВАЗ-2109 на большой скорости врезался в столб. В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка, которая оказалась его сестрой. Также пострадала 17-летняя девушка. Сам автолюбитель оказался зажат. В покореженной машине его извлекли спасатели. Оказалось, что молодой человек был пьян. При этом он заявил, что не управлял автомобилем, а просто проходил мимо. Его пришлось увезти в больницу под конвоем, поскольку свидетели ДТП хотели устроить над ним самосуд. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Откарском районе. Автомобиль «Фиат» врезался в грузовик. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки. Ее 53-летний муж, управлявший машиной, получил травмы. На месте происшествия работали сотрудники областной службы спасения. И о пожарах. В результате открытого горения едва не взорвался жилой дом в Кировском районе. Огонь вспыхнул в здании на улице Безымянное. Строение разделено между двумя владельцами. Первая половина дома принадлежит женщине, которая, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем. А вторая – семье из нескольких человек. Предположительно, возгорание началось из-за непотушенной владелицы первой половины дома сигареты. В зоне горения обнаружили баллон с газом. Из-за угрозы взрыва на место стянули все экстренные службы. В результате пожара пострадали трое человек. Одного из них госпитализировали. Еще один крупный пожар произошел накануне вечером в Хвалынске. Мать двоих детей трехлетнего мальчика и пятилетней девочки выпивала вместе со своим братом в доме по улице Революционная. Затем гражданка отправилась в магазин, поручив пьяному родственнику присматривать за детьми. После того, как произошло короткое замыкание, и в доме начался пожар, мужчина выбежал на улицу. А соседям удалось спасти только девочку, которая в настоящее время госпитализирована. Тело трехлетнего мальчика, отравившегося угарным газом, позднее обнаружили пожарные. Всего за минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 25 возгораний. 7 из них в городе Саратове, 18 в районах области. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Денис, тебе слово. Спасибо, Полина. Я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие выходные. Закупились по полной программе. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади состоялась в минувшую субботу. Жители и гости Саратова смогли приобрести сельхозпродукцию и продовольственные товары. Время работы ярмарки выходного дня с 7 утра до 16 часов дня. По уже сложившейся традиции, производители привезли в областной центр мясо и мясопродукты, молочную продукцию, рыбу, яйца, мед, крупы, муку, овощи, фрукты, кулинарные хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, саженцы, плодовых деревьев и многолетних декоративных растений. Участники ярмарки отметили, что в последнее время уровень ее организации значительно повысился. Заезд теперь очень хороший. Много времени не занимается. Заезд теперь с нескольких сторон. За нами теперь закрепили уже места. И теперь нет такого ажиотажа, как раньше. Заезжают люди и знают уже свое место конкретное. Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить на протяжении еще не одной недели. День и место проведения остаются без изменений. Суббота – Театральная площадь. Депутаты Госдумы одобрили поправку о налоговых каникулах для самозанятых граждан. Их освободят от уплаты взносов на два года. Об этом, а также о том, чем еще запомнился этот день жителям нашей страны. Смотрите в традиционном обзоре. Более 10 тысяч человек остались без электричества в Калужской, Тверской областях и в Москве. Массовое отключение зафиксировано из-за прошедшего ледяного дождя. На протяжении нескольких дней спасатели и энергетики ликвидировали последствия аварий, но непогода затрудняла ситуацию. Электроснабжение было нарушено в нескольких сотнях населенных пунктов. Уже после устранения аварий произошли новые отключения. Специалисты и сейчас продолжают работы. В Госдуме одобрили поправку о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых граждан. Согласно документу, жители, которые работают неофициально, должны будут встать на учет в налоговых органах, после чего смогут не платить налоги в течение двух лет. По истечении этого периода они должны будут либо прекратить заниматься своей деятельностью, либо стать индивидуальным предпринимателем и уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Под действие законопроекта попадают няни, репетиторы и уборщицы. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от зарплаты. В эфире одного из американских телеканалов у Трампа спросили, будет ли он получать оплату на посту главы государства. Избранный президент ответил, что нет и готов трудиться за один доллар. При этом официальный оклад главы государства в США составляет 400 тысяч долларов в год. Однако Дональд Трамп, как считает он сам, может обойтись без этой суммы, поскольку его состояние оценивается более чем в 3 миллиарда долларов. О возможности улучшения российско-американских отношений рассказал спикер Госдумы России Вячеслав Володин. В эфире одного из федеральных телеканалов председатель парламента высказал свое мнение о том, как повлияет избрание Дональда Трампа на связь России и США. По словам Вячеслава Володина, президент Владимир Путин всегда уважительно говорил об интересах других стран и о необходимости вести диалог на принципах доверия. Если же Дональд Трамп начнет воплощать в жизнь то, о чем говорил во время предвыборной кампании, это может в корне изменить взаимоотношения между Россией и Америкой. Также спикер Госдумы рассказал о президентской кампании в США в целом. Полную версию интервью Вячеслава Володина смотрите сегодня в 22.35 на телеканале «Саратов-24». Японская Маша, Кубинская Одета и Казахский Спартак. Интернациональные ноты в эти дни прозвучат в оперном театре. А все потому, что в Саратов уже в четвертый раз приезжают звезды мирового балета. Идеальные ПДД и оточенные пируэты увидят зрители из зала. Но вот заглянуть за сцену смогут благодаря нашей съемочной группе. Журналисты побывали на репетиции артистов и даже взяли мастер-класс у бразильской балерины. Как выделиться из танцевальной массы, есть ли гендерное неравенство в балете и в чем секрет специальной диеты ведущих артистов? Узнайте сегодня в программе «Прямая речь» сразу после вечернего выпуска новостей. Гостями студии станут прима-балерина и премьер национальной балетной компании Рафаэля Паганини, Ариана Лафита Конзалес и Витторио Галорро. И к этому часу у меня все. Следующий выпуск новостей смотрите после художественного фильма «Ив Сен-Лоран». А сейчас эфир продолжит сюжет о том, где и как можно легко и быстро избавиться от лишнего веса и вернуть отличную физическую форму женщинам любого возраста. Затем смотрите программу «Прямая речь». Не переключайтесь. Еще несколько месяцев назад Елена выглядела иначе. Диеты и физические упражнения не помогали. И только придя в клуб «Фиткерс», девушка смогла распрощаться 16-ю лишними килограммами. Я лет 10 не покупала джинсы, потому что, приходя в магазин и меряя их, дочка мне говорила, мама, это не твое. А теперь у меня трое джинс. Мы с мужем баловались на пляже, он поднял меня на руки, закинул воду и говорит, наверное, самый главный комплимент, который я от него услышала за последнее время. Ничего себе, я могу теперь носить себя на руках. Здесь практикуют уникальную систему тренировок «Фиткерс». Она рассчитана на женщин любого возраста. Не нужно изнурять себя многочасовыми упражнениями. Тренировка длится всего 30 минут. В современном мире очень мало времени удается выделить на занятия спортом. Здесь мы можем заниматься 30-40 минут и идти дальше по своим делам, что немаловажно. По 30 секунд на каждом тренажёре. И так три круга. Всё это под музыку, под руководством опытного тренера. Оборудование разработано специально для женщин. Тренажёры основаны на принципе гидравлического сопротивления. Это даёт возможность плавно изменять диапазон нагрузки, избегать ударных нагрузок на позвоночник, суставы и сухожилия. Поэтому здесь могут заниматься люди с разным состоянием здоровья. По своей эффективности силовая тренировка круговая. Она заменяет полуторачасовую тренировку в любом спортивном зале. Женщина во время тренировки сжигает более 500 килокалорий. И получает нагрузку на все группы мышц. «Фиткерс» – это не только фитнес, но ещё и комплексная уникальная программа управления весом. Программа управления весом включает в себе три фазы. Проходя эти фазы, женщина скидывает лишние килограммы. При этом это не диета, это здоровое похудение. Елене Владимировне Коровиной 57 лет. Вот так она выглядела до прихода в этот клуб. Для меня клуб дал всё. Я потеряла 40 килограмм. И у меня болели ноги. Я была клопком. А сейчас я хочу жить. Таблетки перестала пить. Забыла, что такое таблетки. «Фиткерс» – это международная сеть женских клубов. В каждом районе Саратова, а также в Энгельсе есть эти клубы. Сегодня в них занимается около 3,5 тысяч женщин и девушек. Здесь нет накачанных мужчин. Если прийти в другой какой-либо... Все с идеальными фигурами, а мы немножко чуть-чуть другие. Никто на тебя не смотрит, потому что все на равных. Здесь чисто женский клуб. Спасибо огромным девочкам, тренерам за их профессионализм. Спасибо «Фиткерс» за наши результаты, за нашу работу здесь. Записаться на бесплатную консультацию и пробную тренировку можно по телефону 8 800 505 14 56. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!